Законные сроки открытия избирательных участков за границей стекли. Таким образом, обеспечение диаспоры возможностью воспользоваться правом голоса под угрозой. Об этом заявил председатель Промолдова Андриан Канду. Он считает, что для наших соотечественников, проживающих за рубежом, можно внедрить систему электронного голосования или по почте. Закон гласит, что решение нужно принять за 30 или 35 дней до выборов. Если следовать ему, сейчас уже нельзя открывать избирательные участки за границей. Все потому, что партии соревновались, кто предъявит больше запросов об отводе, отметил депутат. Канду не исключает, что за июльскими выборами последуют и другие досрочные, которые могут организовать в марте следующего года. Есть возможность, что ПДС не получит большинство и ни одна партия не получит. И тогда нужно будет создавать коалиции. Мы знаем, упрямство молдаванов не занимать, поэтому есть вероятность, что за три месяца не смогут сформировать правительство. Тогда, согласно Конституции, президент должен будет распустить парламент уже в начале января, отметил Канду. Председатель Промолдова говорит, что нынешняя кампания полна пустых обещаний и популизма со стороны избирательных конкурентов. По его словам, именно поэтому формирование, которое он возглавляет, запустило акцию «Голосовать головой», в которой призывает граждан внимательно ознакомиться с предвыборными программами кандидатов. «Если продолжится ложь, лицемерие и манипуляции со стороны конкурентов на выборах, мы будем рекомендовать гражданам делать то же самое, не бойкотировать голосование, а выразить свое мнение, недовольство предвыборной ложью», – отметил Канду. Андриан Канду пояснил, что Промолдова решила не участвовать в выборах 11 июля, поскольку общество и так сильно разрознено. О команде формирования, которому всего год, необходимо время, чтобы окрепнуть.